Новогодняя епархиальная елка это праздник детских талантов. А вокруг меня море мастер-классов, где ребята учатся вышивать бисером, делать плетеные закладки и объемные новогодние открытки. Например, вот такую красоту можно и близким подарить, и на елку повесить. Ее автор Витя Брыксин. Он оказался мастером на все руки. Кроме сапожка, который сделал своими руками, специально для нас он прочитал калятку. Зажглась звезда, крестой сродился, и мир и любовью озарился. Пусть счастья входит в каждый дом с счастливым, светлым Рождеством. А вот этот мастер уже серьезнее. Володе Моисееву всего 7 лет. Однако рукоделию он может поучить любую современную взрослую девушку. Два года назад вышивки его научила мама. Занятие понравилось. Дому уже стоят несколько украшенных новогодних игрушек. А на рождественской елке он вышел свою – белым бисером. Я вышиваю бисердым шитьем. Я пришиваю бусины. Я вышиваю елку. Я буду пришивать бусинки. Здесь буду украшать. Всего в этот день на рождественский фестиваль собрались сотни детей из 9 районов области. Кстати, от малышей не отставали и взрослые. Например, проректор Тамбовской духовной семинарии с дочкой успела сделать снежинку и елочку. Здесь ребята могут изготовить прекрасные сувениры для елки, елочные украшения, а также памятные подарки для своих близких. И вот это рукоделие, оно, конечно, остается в памяти у них так же, как и представление рождественское. Если елка – значит Дед Мороз. Этот новогодний персонаж был у ребят на расхват. Каждому хотелось рассказать ему о заветном желании и получить подарок. Ну а взрослые поведали, как в детстве сами встречали Рождество. Мы, когда жили в сельской местности, в селе Воронцовка, Токаревского района, всегда приходили Христославы. Ночью, такие вот, значит, такие все с улицы, такие, знаете, с клубами, вот пара, значит, Мороза заходили в комнату и славили Христа. И вот ощущения, конечно, эти детства, они до сих пор, конечно, есть, да. Завершился праздник концертом, в котором уже в 17-й раз приняли участие лучшие воспитанники церковно-приходских школ и епархии. Ребята исполнили вокальные и танцевальные номера, а также порадовали зрителей мини-постановками на тему светлого праздника Рождества. Дмитрий Шапкин, Михаил Мальцев, Александр Кобзарев. Область новостей.